Прошу прощения, это вторая часть видео, камера меня не смогла записать по какой-то причине, полную часть, поэтому пришлось сделать вторую часть. У вас есть второй путь развития, который вы можете выбрать, это путь противоборства, это путь борьбы, при котором вы ведете политику прямо противоположную той, что осуществляет к вам мужчина. То есть, чтобы никто, кроме вашего отца, никогда не обращался с вами так, как, собственно говоря, он обращал. То есть, вы не хотите такого повторения, и вы этого не делаете больше, вы не допускаете повторения этой ситуации. Соответственно, при таком подходе возникает ситуация, когда вы любое давление на себя воспринимаете как подчинение, и тем самым разрушаете отношения, именно из-за того, что боитесь, подсознательно опасаетесь, что мужчина будет вести себя с вами именно так, как вел себя негативно ваш отец. И подобное поведение нормально, нормальное подобное поведение, если не понять, почему мужчина, ваш отец, так себя вел, что им дмигал, какие у него были мотивы и какие были цели. То есть, чтобы не грести всех мужчин под одну гребенку, вам необходимо придать больше индивидуальности своему папе. Лучше понять его, чтобы понять, что мужчина, он как мужчина вел себя индивидуальным образом, и никто из других мужчин именно так конкретно поведение свое по отношению к вам строить не будет, что для другого мужчины вы индивидуальность, вы женщина, вы личность. Он относится к вам изначально как к равноправному субъекту, и так как отец к вам относиться не будет. Дело в том, что это понять и осознать довольно сложно, потому что отец есть самое близкое, самое дорогое, что у вас есть, и бывает очень тяжело принять тот факт, что папа имеет какие-то слабости, что папа там не такой, как все мужчины, а он индивидуальный, что у него вот своя собственная история. Сложно принять тот факт, например, что папа человек несчастный, и для чего нужно проработать отношения с отцом. Кроме всего прочего, что я назвал, необходимо еще и ответить себе на вопрос. Вы можете своего отца пожалеть? Вот если не можете пожалеть, вы не можете его пожалеть, вы не можете относиться к нему сверху вниз, вы относитесь к нему как либо снизу вверх, либо на ранах. Но проблема в том, что из-за того, что у вас есть проблемы, то есть он вам причинил боль, он вам причинил какие-то негативные эмоции, это уже означает, что человек как личность, как индивидуальность был несчастным. Его необходимо пожалеть, поставить себя выше него, посмотреть на него сверху вниз. И тогда вы перестанете воспринимать его близко к сердцу, субъективно поймете причину его поведения, его мотивы, его цели, осознаете причинно-следственный связь между этими элементами, и в вашем понимании наступит изменение. Изменение в реакционных цепочках ощущений чувств ваших личных, и, соответственно, это постепенно приведет к изменению в поведении с мужчиной. Но не только проблемы с отцом влияют на личную сферу. Есть еще и другие проблемы. Это проблема самооценки, проблема уверенности в себе, проблема идентификации себя как женщины, проблема самостоятельности, независимости и так далее. Это, в конце концов, проблема отношений с вашей матерью, потому что ваша мама является для вас образцом женщины, первичных. И вы изначально бы стремились быть похожими на нее, как бы то ни было, в детстве, в раннем детстве. И если вам, если вы имели какие-то проблемы и там, то первоначально вот этот вот необходимый этап взросления ребенка был сбит, он был изменен, что и тоже привело к проблемам в отношениях с мужчинами, потому что как мужчина становится мужчиной, а женщина становится женщиной. Сперва маленький человек, девочка, мальчик, имеет кумир. Этот кумир, как бы диктует первичные алгоритмы поведения, диктует первичный опыт, первичные ценности формирует, до тех пор, пока ребенок, подросток это все в себя не впитает. Когда он это сделает, он автоматически от кумира отрывается и начинает уже вести свою собственную линию поведения, пропуская через свою внутреннюю систему ценностей те алгоритмы, которые ему были заданы извне, и что-то оставляя, а что-то нет. Если в этой цепочке появляются какие-то нарушения, то, соответственно, нарушается и становление как представителя пола, в результате чего образуются проблемы. Вот именно поэтому отношения в личной сфере могут быть связаны с родительскими отношениями, но никогда полностью, целиком и полностью они от этого не зависят. Всегда есть что-то еще. Всегда есть какие-то уже лично ваши индивидуальные, личностные проблемы, которые стали следствием проблем детско-родительских, но которые также нужно решать. И разобраться с отцом, означая понять его, понять его и поставить себя выше, чем он. Перестать считаться, перестать думать, что вы должны что-то ему или себе в отношении него доказать. Именно это является таким кратким пояснением термина «разобраться». Но вообще, говоря, как бы, подобное утверждение, которое прозвучало у вас изначально в письме, оно, скажем так, несколько очень узко, действительно, совсем немножечко шире. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Прошу прощения за два видео. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Я вам с радостью помогу, все объясню. Пока желаю вам удачи и всего доброго.